Я приехала сюда с хорошими новостями в твой веки раз. Приняв участие в голой вечеринке, которую устроила блогер Настя Ивлеева, решилась на очередную провокацию против нашего любимого и родного, всеми обожаемого шамана. Светская львица и скандальная журналистка, а также теле-еле ведущая Ксения Собчак, не оставила без внимания последние заявления нашего русского певца-шамана о возможности участия в различных интервью. Как известно, Ксения Собчак ведет авторский телеграм-канал, где она в крайне провокационной манере пригласила самого популярного российского исполнителя Ярослава Дронова, также выступающего под псевдонимом Шаман, принять участие в своем интервью, где Ксения выступает в качестве интервьюера. Напомним, что ранее российский певец Ярослав Дронов уже выразился все, что он думает о формате интервью так называемой журналистки Ксении Собчак. Со всей прямотой он заметил, что его фанатам и поклонникам не следует даже тратить свое драгоценное время на просмотр подобных шоу, отметив, что сама Ксения Собчак задает крайне неинтересные и банальные вопросы. Всенародный певец и исполнитель патриотических песен категорически исключил саму возможность своего появления на интервью у этой журналист в качестве приглашенного гостя, поскольку не видит в этом интервью какого-либо смысла. Кстати, забегая вперед, зрители и подписчиков канала, прямо сейчас звеним колоколами и не забываем подписаться на канал, а в конце ролика отвечаем на вопрос, стоит ли нашему любимому родному шаману идти на интервью Ксении Собчак и отвечать на провокационные вопросы, где само собой журналистка Ксения Собчак свойственной только для нее в провокационной манере будет глумиться над шаманом и задавать непотребные вопросы. Кстати, на последнее заявление шамана она ответила в свойственной для нее провокационной манере и буквально с издевкой вызвала на разговор нашего всеобщелюбимого исполнителя и певца, заметив и подчерку, что она официально приглашает его на интервью. При этом же сама она и предположила, что музыкант, естественно, откажется от участия в ее шоу, поскольку он якобы боится отвечать на неподготовленные вопросы. А сейчас внимание, я прям процитирую ее обращение. Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные, а не неинтересные вопросы. Тем более где-то не на федеральных каналах, вот так вот написала Ксения Собчак. Также она обратила внимание, что буквально несколько недель назад на интервью к ней приходил известнейший писатель и публицист, а также общественный российский деятель Захар Прилепин. Он все-таки принял вызов в Собчак и согласился побеседовать с ней на различные темы. Но сама журналистка все-таки предположила, что певец Шаман, в отличие от Прилепина, не осмелится принять участие в провокационном интервью, поскольку смелости и интеллект Захара Прилепина есть не у всех. Обратите внимание, как построено предложение, как она его провоцирует. Также она заметила, что исполнитель якобы вряд ли готов отвечать на так называемые неподготовленные вопросы, поскольку опасается, что попадет в нелегкую и нелепую ситуацию. А что думают зрители и подписчики канала? Стоит ли нашему любимому, нашему родному певцу Шаману идти на это интервью? Своё мнение пишем в комментариях, а может все-таки стоит ему пойти и показать, кто есть кто, расставив буквально все точки над «и» и не забыв подписаться на канал и прожать колокольчики. Всем до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok